Привет, друзья! Мы возвращаемся к нашим обзорам зоотоваров, и сегодня у нас обзор круглой рулетки WowDog. Скажу сразу, я долго тянула с обзором этой рулетки, потому что, с одной стороны, я очень люблю продукцию компанию Color. Это всеми известные колечки Puller, мячики Liker, в том числе продукции с ColorTex, включая поводок Evolutor, кожаная амуниция. У Леси, кстати, есть такой ошейник. Но, к сожалению, рулетки меня не порадовали. Но обо всем по порядку. Я люблю поводки-рулетки, умею ими пользоваться, и считаю, что в некоторых случаях такой поводок незаменим. Но речь идет только о правильных рулетках. Правильность рулетки определяется, в первую очередь, ее эргономичностью и натяжением поводка. Натяжение не должно быть слишком сильным. Но первое, что меня смутило в этой рулетке, это ее шум. Да, очень шумно. Хотя к этому, конечно, можно привыкнуть. Второе, это натяжение поводка. Она чрезмерная. То есть гулять на полуудавке уже не получается, на ошейнике нежелательно. Остается только шлейка, а маленьким собачкам придется впрягаться даже и на шлейке, что плохо. Кстати, размер у рулеток всего один. И он заявлен как универсальный, подходящий для всех пород собак до 25 килограмм. Хотя на сайте сейчас информация обновилась и указан вес уже до 40 килограмм. Хотя, на мой взгляд, как-то странно сравнивать силу тойтерьера и конекорса. Держать рулетку, к сожалению, тоже неудобно. Хват руки приходится на расширение. Пальцы не смыкаются. При том, что большой палец должен быть на кнопке фиксатора. Получается, что в таком виде рулетку легче выдернуть из руки. Отверстие выхода ленты при этом почему-то смотрит вниз, а не вперед. Можно, конечно, перехватить за более узкое место. Но тогда кнопка фиксатора получается под ладонью. Что, в общем, тоже странно. Но и это еще не все. Отдельный вопрос к кнопке стопора. Почему для фиксации поводка ее нужно отшелкнуть от себя, а не зажать? Сначала я подумала, что это просто моя привычка, потому что я пользуюсь рулетками другого типа. Но по логике вещей, ведь когда мы хотим зафиксировать что-то ускользающее, мы сжимаем, а не распускаем и не отпускаем от себя. Но к этому можно привыкнуть. Но у стопора есть и еще один нюанс. Когда поводок разматывается, стопор работает без вопросов. Когда же он сматывается, кнопка до конца не фиксируется. Когда вы отпускаете палец, поводок продолжает сматываться. Это неправильно. На мой взгляд, сочетание этих недостатков критично, потому что поводок-рулетка – это прежде всего инструмент. А хороший инструмент должен быть четким и эргономичным. Здесь, к сожалению, я этого не увидела. Прелести в круглом дизайне я, честно говоря, тоже не нашла. Когда собака отстегнута, то хочется одеть поводок на руку, но рука тогда должна быть всегда согнута в локте, потому что при любом движении поводок у вас свалится. Если же собака у вас при этом на поводке, то получается, что жесткий корпус давит на руку, и собака, по сути, бесконтрольна, потому что никаких органов управления у вас под рукой нет. То есть у вас собака должна быть идеально воспитана и желательно, чтобы просто всегда ходила рядом, не натягивая поводок. Для этих целей тогда уж лучше использовать рулетку с браслетом. Если хотите обзор на нее на нашем канале, пишите в комментариях. Что сказать можно в итоге об этой рулетке? Да, оригинальный дизайн, притягивает взгляд, белый цвет, светлая лента, кстати, со светоотражающим кантом. Но если вы всерьез рассматриваете вариант покупки этой рулетки, то желательно сначала в магазине ее распаковать, попробовать, как она лежит именно в вашей руке, насколько для вас критичен звук, натяжение, и после этого уже принимать взвешенное решение о покупке. На этом все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, у нас много интересного и полезного. Если есть вопросы, спрашивайте в комментариях, а еще есть на фейсбуке, в инстаграме и вконтакте. Все ссылки под видео. До новых встреч и пока-пока! Но первое, что меня смутило именно в этой рулетке, это ее звук. Ну куда ты собралась-то? Ничего, страшно? Да, она так страшно шуршит. Кстати, размер уже... Мири. Сиди спокойно.